Михаил, при этом очень сразу российские пропагандистские СМИ оживили. С РИА Новости, например, говорила о том, что, мол, о готовности Украины вести переговоры с российской стороной, упомянул Кулеба в разговоре с Иван. Но мы прекрасно понимаем всегда, что имеет в виду Россия под словом переговоры. Это фактически капитуляция на условиях страны-агрессора. Вот опять, я думаю, не будет лишний раз проартикулировать этот вопрос. Вот что именно имел в виду Дмитрий Кулеба и что имеет в виду под переговорами Российская Федерация? И зачем она сейчас так активно продвигает эту повестку дня? Давайте начнем с Украины, безусловно. Смотрите, когда мы говорим о дипломатических инструментах, о переговорных процессах, мы говорим о том, что Украина не является агрессором страны. Мы это прекрасно с вами понимаем. Украина не ведет войну на чужой территории. Украина ведет оборонительную войну и никогда не была заинтересована в войне как способе решения этих или иных конфликтных ситуаций. Это очевидно. И, соответственно, безусловно, Украина всегда готова к переговорному процессу по, опять же, спорным ситуациям. Но, и тут тогда перейдем к заявлениям господина Кулеба. Он очень четко говорит, смотрите, переговорный процесс, Украина никогда от него не отказывается, но он возможен исключительно на справедливой основе. Он должен базироваться на международном праве, которое прежде всего определяет суверенность, субъектность и территориальную целостность страны. Но не могут быть переговоры, когда страна-агрессор остается на вашей территории и, соответственно, продолжает агрессию. В том или ином виде, потому что наличие оккупированных территорий в любом случае это и есть продолжение агрессии. Даже если в этот момент конфликт заморожен, даже если в этот момент вы сидите за столом переговоров. Еще раз, сам факт агрессии это не отменяет. То есть Россия, даже если она будет иметь два метра территории Украины под оккупационным контролем, это все равно продолжение агрессии как таковой. И, соответственно, вопрос не решен. И, соответственно, мир реально не достигнут. И, соответственно, переговорный процесс будет вестись только о переносе войны на следующие этапы. Вот Украина об этом и говорит. Ну и, соответственно, если Российская Федерация остается на оккупированных территориях, то, безусловно, она не будет платить за эту войну, юридические последствия не будет нести, финансовые последствия не будет на себя брать, не будет выплачивать те или иные необходимые компенсации за то, что она разрушена. Здесь все понятно. Еще раз, переговорный процесс, если мы хотим действительно получить устойчивый мир, справедливый мир, может базироваться только на конкретных юридических форматах, которые предопределяют территорию как целостную Украины и которые предопределяют невозможность продолжения агрессии. Это значит, что Россия должна покинуть нашу территорию. Теперь переходим к России. Российская Федерация не заинтересована в переговорах. Это все иллюзия. Это все обман. Я не знаю, почему применяют слово, когда говорят о России, что они предлагают те или иные переговорные форматы. Нет, вы абсолютно правы. Россия предлагает абсолютно конкретное. Несмотря на то, что война идет не в их сценарии. Мы с вами прекрасно понимаем, что более двух лет идет война. Естественно, продвижения России по линии фронта нет. Нет, тяжелые, мучительные бои продолжаются. Россия в общем уже потратила на эту войну более миллиона жизней. Имеется в виду необратимые потери. То есть не только убитые, это и раненые, и инвалидизированные. И так далее и тому подобное. Но тем не менее, для России не существует цены вот этой молниеносной войны. Я сейчас сарказмом говорю, которую они собирались заплатить. И таким образом Россия предлагает. Смотрите. Первое. Мы должны оставить за собой все территории, которые оккупировали. Мягко говоря, даже те, которые мы не можем захватить военным путем. Вы должны юридически переписать их на Россию. Почему они на этом настаивают? Еще раз. Не просто мы там остаемся. Мы хотим, чтобы юридически было переписано это на Россию. Потому что тогда отменяется следующее. Тогда нет юридической ответственности за факт агрессии. Потому что территории какие? Они же не оккупируют территории. Это же их территория. Второе. Они не несут ответственности за военные преступления. Потому что это был какой-то конфликт непонятный. В этом конфликте нету стороны, которая начала агрессию и проиграла. И третье. Безусловно, раз эти территории российские, они будут полностью уничтожены. Они будут оккупированы. Но Россия не будет платить деньги за разрушение гражданской инфраструктуры и массовое убийство гражданского населения. Вот что предлагает Российская Федерация. Я не беру там все эти, скажем, геополитические дискуссии о НАТО, членстве, о нейтральном статусе и так далее и тому подобное. Потому что это все выглядит еще более нелепо. То есть есть субъектная суверенная страна. И тут другая страна говорит. Смотрите, мы считаем, что вы не можете иметь собственную внутреннюю политику. Вы не можете иметь собственную внешнюю политику. Вы должны с нами согласовать размер своей армии и способы охраны границ своих. И так далее. Вот Россия еще и дополнительно это все предлагает обсуждать. То есть по сути Российская Федерация как бы говорит Украине. Давайте-ка вы откажетесь от своей субъектности в полном объеме. И вообще прекратите существовать как украинское государство как таковое. Не военным путем мы хотим этого добиться. А принуждением через, например, теракты. Через заморозку конфликта. Через пропагандистское дополнительное давление. Через внутренние расколы, которые у вас неизбежно возникнут в случае несправедливого финала войны. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова